Присутствие предмета любви не имеют самые смелые уста и остается невысказанным именно то, что так хотелось сказать. Все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Немножко, да еще немножко, англять и множко. Нет такой боли, нет такого страдания, телесного или душевного, которых не ослабило бы время и не исцелило бы смерть. Не будь не постоянно суров, не постоянно мягок, выбирай середину между этими двумя крайностями, в среднем пути и заключается высшая мудрость. Мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающей. Влюбленные по большей части легки на обещание и весьма тяжелы на исполнение. Женские советы немного стоят, но кто их не слушает, тот дурак. Любовь носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность, богатством, а капли огня – жемчужинами. Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руках, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, а под давлением сострадания. О, сила похвал, как далеко ты простираешься и сколь растяжимы границы упоительного твоего властительства. Нет горя, которое бы не забылось, и боли, которую бы не исцелила смерть. Неужели же та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто ее любит, единственно потому, что она любима? Между женским да и нет, я бы икончика булавки не стал совать, все равно не поместится. Что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра. Каждый из нас сын своих дел. Ни одна женщина не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не обозначено в них ясно и отчетливо. Знаешь ли, Санчо, если бы до слуха государей всегда доходила одна лишь правда, без прикрас жалкой лести, то на земле давно был бы рай. Синьор, печали созданы не для животных, а для людей. Но если люди чрезмерно им предаются, они превращаются в животных. Недоробимо истинное чувство и нельзя любить по принуждению. Кто-то задал вопрос, что нужно делать, чтобы никому не завидовать. Вильерьер рассказал, спать, ибо до тех пор, пока не кончится твой сон, ты будешь ничем не хуже предмета своей зависти. Дайте псу в штаны нарядиться, и он собаками не будет водиться. Есть много людей, которые трудятся над тем, чтобы разрешить разные вопросы, а когда они разрешены, то оказывается, что они и гроша ломаного не стоят. Если правитель уходит со своего поста богатым, говорят, что он вор, а коли бедняком, то говорят, что он простофиля и глупец. Правда всегда всплывает над ложью, как масло над водою, а когда не верите мне, верьте моим делам. За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице твоего желудка. Золотой осел и в гору подымает, а подарки скалу прошибают, у бога проси, а сам молотом стучи. Думаю я, что в деле управления самое главное начало. Нет таких чар, которые могли бы поколебать или сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейства над нею не властны. Любовь ни с кем не считается, ни в чем мера не знает, и у нее тот же нрав и обычай, что и у смерти. Она стой же властно вторгается в пышные королевские чертоги, как и в убогие хижины пастухов, и когда она всецело овладевает душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok